Несмотря на то, что многие надеялись благодаря Комик-Кону получить хоть какую-нибудь информацию по поводу съемок Стражей Галактики 3, на фестивале они их так и не упомянули. И тем не менее, некоторые сведения относительно ленты появляются в прессе. Сегодня мы собрали самые свежие новости и если вам интересно, войдет ли Тор в состав Стражей, какой неожиданный персонаж появится в фильме, к чьей гибели стоит готовиться и что говорят братья Шон и Джеймс Ганны про сценарий и начало съемок, тогда продолжайте смотреть. С вами ЮТУ и мы начинаем! Итак, недавно один из пользователей Твиттера поинтересовался у Джеймса Ганна, почему на прошедшем Комик-Коне не были представлены Стражи Галактики 3, на что сценарист и режиссер ответил довольно кратко, написав что-то вроде «Извините, что разочаровал, но я приступлю к Стражам лишь после того, как закончатся съемки Отряда самоубийц». Из сказанного можно сделать вывод, что не следует ожидать премьеру ранее 2022 года. Еще один интересующий фанатов вопрос – присоединится ли Тор к команде Звездного Лорда? После окончания Мстителей в финал многим ответ казался очевидным, конечно же да, ведь он уже взошел на борт и делится о Звездном Лордом пальму первенства. Недавно даже в сети появился постер, где Стражи изображены с Тором во главе. Но, как оказалось, не все так просто. Кевин Файги огласил, что события предстоящего фильма «Тор. Любовь и гром», который запланирован на 2021 год, будут происходить по хронологии до Третьих Стражей, а значит, только посмотрев четвертый фильм про громовержца, мы поймем его роль среди Звездной команды. Также Ганн не отрицает тот факт, что в его сценарии могут фигурировать асгардцы галактики, а это опять-таки дает надежду на участие бога грома. И если относительно Тора остается только гадать, то есть один персонаж из комиксов, которому точно суждено засветиться в новом фильме о Стражах. Звать его Говард Утка. Он уже участвовал в сцене после титров первых Стражей, а также мелькал в Мстителях финал. Но в этот раз ему будет уделено гораздо больше времени. Станет ли он новым членом команды, неизвестно, но его роль точно будет важна для сюжета. К слову о сюжете. Он, конечно же, еще под секретом для широкой общественности, но есть люди, которые уже видели сценарий и высказали свое мнение относительно него. Например, недавно Шонган заявил, что, прочитав творение своего брата, он нашел его действительно хорошим, но понимает, что это еще не окончательная версия. Тем не менее, еще он обмолвился о том, что съемки начнутся достаточно скоро, а по поводу своего участия в них тактично умолчал. Раньше Крис Претт, актер, сыгравший главного героя Питера Квилла в двух предыдущих частях, также рассказывал, что ознакомился со сценарием, и он показался ему грустным. После такого заявления многие начали прочить гибель ракете. Интересно, что енот оказался единственным из тусовки стражей, кто не погибал каким-то образом на протяжении всего их существования. Ведь Грут получил свое перерождение после того, как, пожертвовав собой, спас команду. Гамора полегла непосредственно от рук Таноса, а остальные были испепелены им же с помощью щелчка Перчатки Бесконечности. Так что остается надеяться, что енота минует участь товарищей, или хотя бы ему удастся вернуться по их примеру. Что ж, на сегодня это все новости относительно Стражей Галактики. Не забудьте подписаться, чтобы ничего не пропустить, и, конечно же, поставить лайк этому видео. А мы будем прощаться, скоро услышимся, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok